к нашей сегодняшней встрече. Итак, сегодня, коллеги, мы поговорим о библиографии и информационной грамотности, а еще, если сказать точнее, то о поиске информации и все, что с этим связано. Марина Ефимовна спрашивает, почему вебинар доступен только в маленьком окошечке, справа вверху на большом экране только заставка. Не знаю. Не знаю, вроде нормально все показывает. Да, кстати, коллеги, если, смотря с чего смотрите, Марина Ефимовна, коллеги, презентация и дополнительные еще полезные файлы есть в папке ресурсы, для тех, кто не знает или не помнит, значок папочка наверху, и открывается у вас вкладка ресурсы, там можно забрать все материалы, которые к сегодняшнему вебинару есть. Если вы смотрите со смартфона, у вас не получается открыть и забрать, да, для скачения нажимайте по зеленой кнопочке слева от названия ресурса, для того, чтобы он скачался. Если у вас не получается скачать, не волнуйтесь, в конце вебинара я дам всю информацию, как можно будет получить эти материалы. Ну вот, вроде, теперь уже, наверное, точно все, и можно переходить к нашей сегодняшней теме. Да, сегодня мы поговорим о библиографии, о том, что связано, в первую очередь, с поиском информации, и об информационной грамотности. Ну, определений, определений понятия информационной грамотности существует достаточно много, они предлагаются различными ассоциациями, отдельными авторами, и мы будем пользоваться за основой, я все-таки взяла из этого многообразия, то определение, которое дается международным руководствам по информационной грамотности. Это руководство было подготовлено сектором информационной грамотности Международной Федерации библиотечных ассоциаций учреждений и флаг, и используется в качестве такой практической основы деятельности для специалистов, занимающихся разработкой образовательных программ по повышению информационной грамотности. И построено оно в виде такого практического пособия, поэтому берите себе на заметку все, кто занимается или планирует, или начинает или уже ведет занятия по библиографии, обучению студентов, учащихся колледжей, школ, библиотекарем тоже может быть полезно. Берите на вооружение вот это вот руководство, это такое практическое пособие, в котором изложено большое количество различных концепций, методов, принципов и различные дули адаптации, но, как правило, небольшое, может использоваться и в образовательной организации, и в любой библиотечной среде. Это такая помощь пользователям в приобретении информационных компетенций. И вот в этом руководстве как раз была представлена такая трактовка понятия информационная грамотность, которую вы видите на слайде. Предложена эта трактовка была Американской ассоциацией школьных библиотек и Ассоциацией образовательных коммуникаций и технологий. И по этому определению информационная грамотность это, по большому счету, способность находить и использовать информацию, что является основой обучения на протяжении всей жизни. Это знаменитая концепция Learning on Life. И умение работать с информацией становится необходимым фактором, наверное, успешной реализации этой концепции. Ну и дальше приводятся два пояснения, раскрывающих это определение понятия данной той же Ассоциации школьных библиотек и изложенных в этом руководстве. Информационно, что значит информационно грамотный, они говорят учащийся, но можно трансформировать, вообще применить к любому человеку информационно грамотный человек. Кто это? Это тот, кто умеет найти, во-первых, нужную информацию, отобрать, сделать это максимально эффективно, без лишних потерь, времени, сил, нервов и информации, оценить найденную информацию критически и затем ее использовать творчески и точно. К этому использовать информацию точно можно, наверное, отнести и умение правильно процитировать, правильно указать заимствование, дать ссылки. Это тоже бывает очень важно, особенно сейчас, когда политика ужесточения идет. области автозаимствования, все практически проверяется на антиплагиат и это тоже становится необходимым моментом. Ну и пользователи информации для всего этого должны знать стратегии и техники сбора информации, где искать, как искать, чему доверять, чему не доверять и обладать навыками критического мышления. Вот это вот, какой информации доверять, какой нет. Ну, кстати, в наше время фейков, особенно в последнее время, когда информации очень много и она часто противоречивая, вот по поводу последних событий, например, одни рекомендуют одно, другие другое и категорически противоположные вещи говорят, не знаешь, кому доверять. Вот здесь как раз умение найти нужную информацию, оценить ее, ее правильность, ее достоверность, вообще надежность самого источника и понять, оценить и самый источник, и тот ресурс, на котором этот источник расположен. Вот это самые, наверное, такие острые вопросы, которые стоят и которые необходимо решать. Что относится к... И библиография очень тесно соприкасается с этим понятием информационной грамотности. Это не синонима. Есть некоторые ограничения, но, в принципе, знание основ библиографического поиска, хорошему библиографу и человеку, владеющему навыками библиографии, очень легко работать потом в этой цифровой среде, информационной среде, в интернете. Проблем уже практически не возникает. Техники применимы. То, что мы используем для обучения, то, что мы используем для библиографического поиска, именно эти приемы и техники, они применимы в нашей обычной повседневной жизни, особенно сейчас, когда она так резко перешла в область онлайна. И о каких информационных компетенциях идет речь, когда говорят об информационной грамотности. Напоминаю, я пользуюсь теми положениями, которые были представлены в руководстве по информационной грамотности. Скачать, да, конечно, можно было бы сразу файлик разместить сюда, но кому интересно, попробуйте вот практическое задание. Попробуйте найти это руководство в сети интернет. Оно есть, его можно скачать, кстати. Оно не на сайтах представлено, а я отдельным файлом подаю, можно его скачать. Ну, а если не найдете, тогда я вам скажу в конце, оставлю пароль и адреса явки, напишите, ну тогда уже поможем, будем искать внести. Так вот, про информационные компетенции. Как правило, это три основных пункта, три таких слона, на которых все строится. Первый связан с поиском, найти информацию, проанализировать, отсортировать, отобрать, сгруппировать. Сюда же можно отнести и анализ информации на надежность и достоверность, на этап анализа найденного информации. Второй пункт это интерпретация, способность преобразовать имеющиеся данные, информацию в новые какие-то знания, в новую информацию, в новые данные. И третий, это генерация нового на основе имеющиеся информации. Ну вот три таких основных компетенции, три основных пункта, которые относят к информационным компетенциям. Так, опять у кого-то нет звука. Есть, прошу прощения, коллеги, я сегодня одна на два фронта, поэтому могу немножко отвлекаться в чат. Так, Елена Анатольевна, Эльвира Педаилевна. Есть, ага, спасибо, коллеги. Прошу прощения, на два фронта буду писать в чат для тех, у кого какие-то проблемы возникают, чтобы люди не волновались. Так что не обижайтесь, пожалуйста. Ну и к понятию, да, так как мы говорим о сети интернет, то понятие цифровая грамотность нам тоже важна. Два пункта. Здесь очень много пунктов, которые относятся к цифровой грамотности, которыми необходимо владеть, и которые говорят о том, что мы этой грамотностью владеем. Нас интересуют в нашем аспекте, в нашем разрезе два момента. Это то, что связано с поиском информации и с критическим восприятием, умением проанализировать эту информацию. Ну и, соответственно, библиотечная библиографическая грамотность или называют еще основой ББЗ, библиотечные библиографические знания. Не пугайтесь. Определение может быть вот таким. Это комплект знаний, умений и навыков. Относится в основном к читателям. Добавляется сейчас слово читателей, обеспечивающих эффективное использование справочного библиографического аппарата и фонда библиотеки. И что включает вот такое, это определение понятия в себя. А, коллеги, да, с айфонов, смартфонов. В записи все будет нормально. Ну вот, со смартфонов, айфонов, да, могут возникать такие небольшие неприятности. Ты уж с этим ничего, к сожалению, ничего не поделаешь. Так вот, что включает в себя библиотечная библиографическая грамотность? Знания, структура библиотечных фондов, состав библиотечных каталогов, картотек, умение работать с ними, знания библиографические, вообще, знать, что есть такая штука, как библиографические пособия, как ими пользоваться, правила пользования библиотеками, умение работать с библиографическими пособиями, указателями, каталогами, картотепами и находить в них необходимые источники информации, как написано еще, оформлять читательские требования на них. Ну, это, наверное, сейчас в эпоху электронных каталогов тоже необходимо делать, но стало гораздо проще. Но очень близко к поиску информации, действительно, очень часто, сейчас, перейдя в цифровую среду, мы не только ограничиваемся определенными библиотеками, их электронными каталогами, их фондами, но и получаем возможность и осуществляем этот библиотечный библиографический поиск в различных источниках, в различных ресурсах, используя интернет на полную мощность. И таким образом, вот это понятие библиотечной библиографической грамотности, оно очень близко к понятию информационной грамотности, ну, можно сказать, является такой составной частью, большой частью. Это не полностью синонимы, но очень многое, что мы используем в библиографии при осуществлении поиска. Оно применимо и к другим нашим сферам жизни. Поэтому вот эти моменты, то, что может нам пригодиться и в жизни, и в сети вообще, когда мы ищем информацию, и что мы можем позаимствовать из библиографического поиска, мы сегодня и рассмотрим. Ну, в общем-то, еще и в своей книге «Занимательная библиография» Моргенштерна и Уткини дали очень хорошее определение, что является основой и сутью библиографии, «Душа библиографии» – это поиск. Непременный спутник – инструмент человеческой любознательности, вечного стремления к познанию. Кстати, очень рекомендую для всех, кто интересуется этой темой, посмотреть книгу данных авторов «Занимательная библиография». Она вышла очень-очень давно, по-моему, последние переиздания в 80-х годах были, мне не попадалось, если попадется, напишите, пожалуйста, очень интересно посмотреть. Но книга очень интересная и очень занимательная, действительно увлекательная, рассказывает о том, что есть библиография, откуда пошло и основные какие-то моменты. Для тех, кто никогда с этой темой не сталкивался, или если вам нужно проводить занятия, например, и обучать этим навыкам своих студентов, учеников, пожалуйста, к этой книге отправляю. Опять же, ссылку не дам, попробуйте найти, осуществить вот этот поиск и найти этот источник сами. В интернете он есть, и в открытом доступе тоже можно прочитать. Ага, Надея Шамилевна, да, да, очень хорошая вещь. Кто-то уже пользуется, и наверняка многие злопы знают, и очень хорошо. Но для тех, кто первый раз обращает внимание на этих авторов. Так вот, сейчас мы имеем дело с таким хорошим парадоксом. С одной стороны, информации моря, информационный поток растет. Ой, Юлия Михайловна, супер! Завидую и поздравляю, это же здорово. А с другой стороны, мы испытываем большой дефицит. Да, вот такой дефицит информации при избыточности и вариативности цифровой среды и росте информационных потоков. И мы сталкиваемся чаще всего с четырьмя видами вот такого инфодефицита. Фактографический, аналитический, документальный, библиографический. Фактографический дефицит, это когда нам не хватает каких-то информации о каких-то реально существующих или существовавших, объектах, явлениях, процессах и так далее. И для его удовлетворения, ну и соответственно, четыре вида поиска тоже можно по этим дефицитам соотнести. Соответственно, соотнести. Продолжение следует... 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 И нахождение его в системе других источников. И вот в этом случае нам как раз и пригождаются библиографические пособия, которые эти сведения содержат. Почему говорят, что библиографический поиск рекомендуется начинать с библиографических указателей, с библиографических пособий. В них мы не получим доступ к самому тексту, какого-то источника документа, как сейчас в ГОСТах переименовали документы в ресурсы. Но мы получим информацию о том, где он хранится. И вот это самое библиографическое описание, это вот тот самый поисковый язык, закодированное описание этого источника, который поможет нам быстро в электронных каталогах провести поиск. Ну и соответственно вот эти четыре вида дефицита и четыре вида поиска, которые нам необходимо выполнять. Единственное ограничение при осуществлении библиографического поиска – это наше сознание. Если мы не знаем хорошо тему, по которой мы ищем ответы на вопросы, то и тогда даже с помощью интернета, даже в Google и Яндексе, где есть все, нам искать становится очень сложно. И сегодня очень важно знать не только очень хорошо знать, что ищешь, но и знать, где это искать и как это. Ага, ой, отлично, у нас пошли ссылки на занимательную библиографию. Чудесно, коллеги, забираем из чата, у кого есть возможность, себе в копилочку, у кого еще этой книги нет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо, Елена Анатольевна! Не хочется тратить ваше время! Поэтому, коллеги, если согласны, если будут опять сбои, то тогда мы отключаемся и переносим на девятое, чтобы... Да, Елена Анатольевна, оповестим обязательно будет рассылка. Я попрошу нашего менеджера сделать рассылку по всем участникам сегодняшнего вебинара. И в анонсах мы это тоже проанонсируем и дадим новую... Указание новой даты и время. Регистрации будут действительны. Всем опять придет письмо. Просто, чтобы нам сейчас... Я начинаю переживать за вас и вы начинаете. Да, ну, Татьяна Викторовна, лучше, конечно, сегодня будем работать. Запись все равно будет. Ну, посмотрим, как пойдет. Так вот, возвращаясь к нашей теме. Ну, в общем, договорились. Если постоянно будет вышибать, тогда будем перенести. Алгоритм поиска информации Кэти Широк. Это один из алгоритмов, который мы на нашем курсе... В феврале прошел запуск курса библиографии для небиблиографов, где мы разбирали все основные моменты, в том числе и поиск информации. И вот с этим алгоритмом мы знакомились. Но наверняка, пока меня не было, вы его уже прочитали. Он включает 7 шагов, но мне кажется, что здесь не хватает еще одного. Элемента перед первым шагом, перед первым этапом, когда мы формируем сам образ поискового запроса. Еще не ключевые слова, еще не сам поисковый запрос формулируем, а именно образ. Это семейшаговая такая модель, которая... Кэти Широк это преподаватель, занимающаяся вопросами информационной грамотности, библиографического поиска. И вот она вот такой модель разработала и опробировала на своих учениках. Поэтому ее можно использовать, особенно когда мы работаем с ресурсами, интернет-ресурсами. Но есть одна вещь, которой в этом алгоритме нет. Но она присутствует в схеме тематического поиска Елены Владимировны Емиш. Здесь 5 шагов, но они более крупные. И вот первый шаг, которого нет у Кэти Широк, но который есть у Елены Емиш. Разработка поискового запроса. То есть мы знакомимся с самой темой. Мы пытаемся как можно больше понять о том, что мы ищем. Не конкретно какой-то документ, а именно составить действительно такой образ. Что это может быть? Какие это могут быть документы? Знакомимся с самой тематикой. На этом этапе мы еще ничего не ищем. Мы еще даже не составляем поискового запроса, а составляем такой образ поиска, чего мы хотим, что нам нужно. Но составление поискового запроса будет здесь. Это первый шаг. Здесь в каждом этапе есть несколько шагов, которые мы на нашем курсе более подробно разбираем. И вот составление здесь несколько этапов. И вот один из последних – это и есть составление поискового запроса. Поисковый запрос. Мы его не первым формулируем, не первым шагом. До этого мы еще работаем над образом и только потом составляем запрос. Дальше мы определяем область поиска, где мы можем искать. И дальше определяем порядок просмотра ресурсов. Имеется в виду ресурсы интернета. А потом просматриваем те источники, которые содержатся. Здесь отбираем ресурсы, а здесь уже просматриваем те источники, которые на этих ресурсах содержатся. Здесь важно избегать путаниц. Сейчас в гости документы, в гости 2018 по библиографическим описаниям заменили слово «документ» на слово «ресурс». Так вот, здесь речь идет не о документах, здесь речь идет об интернет-ресурсах. Сайты, каталоги, базы данных и прочее. Вот что здесь имеется в виду. А источник – это уже то, что на этих ресурсах хранится. Ну а дальше и вот здесь идет аналитическая работа, отбор, сортировка, группировка. И вот здесь мы уже наводим порядок в собранном. Обеспечиваем, организуем и обеспечиваем определенное хранение, так чтобы потом эту информацию у себя на компьютере, уже в локальном, например, доступе или в своих закладках легко было найти, чтобы не было там второго Яндекса. Все есть, но найти ничего не могу. Более подробно вот с этой схемы мы на нашем курсе, который 28 апреля у нас будет, вот там мы как раз более подробно по ней пройдемся. Ну хотя бы вот в первом приближении это вот так. И к этому, да, эта схема разрабатывалась как схема тематического библиографического поиска, но и для любого поиска, любой информации в интернете эта схема работает, пробовали, действительно работает. И под нее мы еще раз работаем, есть такой чек-лист, мы его тоже со слушателями пробовали, и кто придет на курс, мы тоже будем, я вам этот чек-лист дам, он совершенно простой. Он хорошо работает вот здесь, на этапе формулирования поискового запроса, определения области поиска, и помогает привести мысли и чувства в порядок. Особенно если вы выполняете, отрабатываете запрос не только свой собственный, а для кого-то, как говорится, работа под заказчика. У вас есть клиент, у вас есть заказчик, ну можно это условно назвать заказчик, кто-то попросил и мы ищем. И вот здесь уточнить, чего же хочет человек, с помощью этого чек-листа очень здорово. И, кстати, он очень хорошо помогает определять и области поиска. Он совершенно небольшой, но очень такой действенный. И на курсе я его даю, мы с ним работаем, и выполняем работу по его заполнению и поиску на его основе. Еще одна вещь, которая очень хорошо помогает при осуществлении поиска, это так называемая эвристическая методика Фоминам. Это один из наших известных библиографов. В 30-е годы он делал высшие библиотечные курсы в Ленинграде для библиотечных работников. И вот он применял, обучая библиографическому поиску, он применял вот эту методику. Здесь немножко у нас при переносе картинки немножко расползлось, но ничего страшного, в принципе, текст тоже видно. Тогда еще интеллект-карты не применяли, но, в принципе, с помощью интеллект-карты эту методику можно представить вот в таком виде, вот такой карты. Например, в центре тема поиска, например, мы ищем данные, ищем всю информацию о каком-то писателе. Писателе можно заменить на что угодно. Тема, факт, явление и прочее. Соответственно, вот то, что в цветных квадратиках у нас идет, это те вопросы, почему методика и называется эвристически, те вопросы, которые нужно задать и на которые мы будем искать ответы. Что нам важно для того, чтобы составить полную картину, собрать полную информацию о каком-то писателе. Ну, хорошо бы знать, а где он родился, а где он жил, а где он умер. То есть какие-то места, например, место рождения, смерти и так далее. Здесь можно где. Годы жизни. А когда он жил? Где, например, учился? Где он служил или работал? Где он печатался? С кем он сотрудничал? В каких издательствах издавался? И так далее и тому подобное. То есть вопросы, вот через вопросы мы выходим на то, а где эту информацию можно найти. Например, время рождения, где мы это сможем найти? Ну, наверняка есть библиографические посуды, есть так называемая персональная библиография. Библиографические указатели о жизни и творчестве определенного писателя. Они могут быть и отдельные, например, только о творчестве какого-то писателя, либо только о жизни, может быть, все вместе. Вот там можно найти эту информацию. А вообще, что представляет собой то время, когда он жил? Значит, это могут быть какие-то книги об этой эпохе. Значит, мы идем в электронный каталог. И вот смотрите, мы уже начинаем определять вот это место поиска, вот те ресурсы, те источники, где мы можем эту информацию найти. И ровно так же проходимся по всем вопросам. С какими издательствами, в каких издательствах, например, он издавался, с кем он сотрудничал, и где выходили его статьи или книги. Ну, это может быть, если статьи, то это может быть, например, указатели статей. Это может быть архивы статей. Это могут быть, если сейчас говорить о современности, а не о 19 веке, сайты издательств, архивы журналов, сайты этих журналов, где расположены эти архивы, посмотреть там. Можно, в конце концов, в елейбре. Есть ринз, есть база данных, можно через них найти. И вот мы определяем уже, вот этот следующий шаг, когда мы определяем область поиска, где мы будем это искать. Ну, и дальше уже приступаем к самому поиску, и можно продумать те вопросы, которые мы, например, можем задать в гемиографическом пособии. А что здесь мы можем найти? И вот так через вопросы выстраивается такой, можно построить алгоритм поиска, где искать, что искать. Составить полную картину, не упустить никаких деталей. Вот с этой моделью мы тоже знакомились и работали на нашем курсе. И я вам сейчас хочу показать один пример, который сделала для своих студентов одна из наших слушательниц. Вот она разработала вот этот реальный алгоритм поиска, который, используя все предыдущие рассмотренные варианты, которые я вам давала, и те задания, которые мы сами делали на курсе, вот она разработала вот такой алгоритм поиска для своих студентов. Они снимаются, по-моему, там направление литература, видение, что-то связанное с писателем. Вот как раз, вот это полное, как выглядит полностью этот алгоритм. Инструмент, который она использовала, это паплет. Паплет – это инструмент для создания онлайн, онлайн инструмент для создания интеллект-карт. Ну, вещь знакомая, очень простая, вот как это выглядит. Ну, к каждому топику здесь еще картинки в паплете можно добавлять. Ну, просто мы делали быстро, поэтому не добавляли. И вот вам кусочек этой карты. В центре листа, что тебе важно найти, и дальше, в зависимости от ответов, здесь такой алгоритм поиска практически чат-бот получился. В зависимости от того, что ты ищешь, в зависимости от ответов на твои вопросы, вот выстраивается вот такой алгоритм, где это можно посмотреть. Если ты ищешь иллюстративный материал, то, где это может быть, это еще не окончательная схема, она еще находится в такой разработке, но она уже действует, и она на студентах опробована, работает хорошо. Вот это вот соединение алгоритма тематического поиска Глены и Ениш, и применен вот этот подход эвристического метода Фоминап. Вот в современных условиях для студентов они уже выполнили с использованием этого алгоритма небольшое задание, и я вам тоже хочу показать результат, который у них получился. Следили мы за этой работой. Они провели библиографический поиск. Мне всегда очень интересно смотреть, как это в реальности потом превращается в учебные задания. Коллеги, сейчас у нас со связью все хорошо, поставьте хотя бы пару плюсиков, а то я так боюсь, что опять что-нибудь случилось, у меня будет... О, спасибо. Вот такой вот результат у Ольги получился. Книжная полка фактически это небольшой литературный обзор. Ребята выполняли задания по библиографическому поиску. Поиск был такой тематический, нужно было найти издание детской литературы 20-30-х годов, ну и плюс еще там были свои какие-то критерии добавлены к поиску, каких авторов брать, по типу издания, по жанрам. То есть что-то свое еще было добавлено в критерии поиска. И было предоставлено несколько ссылок, несколько адресов интернет-сайтов, где можно взять эту информацию и предложено найти еще дополнительные источники, откуда можно получить эту информацию. Вот ребята должны были сделать вот такую вещь. Действительно получился вот такой хороший обзор, это сами студенты делали. Ученики, обложка, и если есть в наличии титульный лист, вот они, картинка, название, автор, библиографического описания здесь еще нет. До этого, я так понимаю, еще не дошли, но это будет следующим шагом. И дать описание этой книге, краткую аннотацию, желательно не списывая ее с этих сайтов, где информации об этих книгах нет. То есть постараться составить свое представление и выбрать те книги, которым есть доступ. А есть сайты, которые дают полнотекстовый доступ к этим книгам. Это тоже было одно из условий поиска. И очень коротко дать, то есть здесь еще элемент рекомендательной библиографии, составить аннотацию так, чтобы эту книгу захотелось прочитать. И вот они вот такую вот галерею сделали. Галерею назвали ее книжная полка, но фактически это библиографический обзор, рекомендательная библиография. Конечно, не все здесь получилось, но у ребят это был первый опыт, и для первого опыта это очень хорошо, учитывая то, что они не библиографы. С помощью какого инструмента сделана была эта книжная полка? Это интерактивная доска подлет. Да-да-да, Эльвира Федоилиевна, совершенно верно, подлет, который позволяет, там по-разному можно компоновать материал, вот они выбрали такую стену, и получается очень хорошая вещь. Вот он, пожалуйста, два инструмента было использовано. Это инструмент для создания интеллект-карт, на основе которого был разработан алгоритм поиска, и результат был представлен на интерактивной доске в подлете. Причем здесь можно еще и проводить такое совместное редактирование, дополнять, исправлять и корректировать этот поиск. Ну, вот такое вот чисто библиографическое задание, но здесь очень много было связано с поиском в сети интернет. И переходя уже непосредственно к поиску информации в сети интернет, вы вспомните такие два правила библиографического разыскания того же самого Камена. в которых он рекомендовал, что каждому кругу лица обращаться прежде всего к пособиям, предназначенным и пригодным для них, а затем уже к другим. И недостаточно подготовленным предпочитать сначала библиографические указатели, снабженные аннотациями, вступительными заметками, а потом уже переходить к другому поиску. Ну, вот, собственно, что было сделано здесь. Но только вместо библиографического пособия здесь выступили несколько сайтов, которые специализировались на сборе и аннотировании вот этих вот самых источников 20-30-х годов. Если говорить о библиографических указаниях, указателях, это один из самых простых способов быстро найти нужную литературу по нужной тематике, по отрасли и так далее. Если мы не знаем вообще, где это искать и вообще, что это есть, где находятся эти указатели, можно, конечно, поискать и в сети интернет, но есть и на сайте Российской книжной палате. Адрес здесь есть, скачайте презентацию, там он будет доступен. Интерактивный, можно будет перейти на этот сам сайт. Ну и где они находятся на странице сайта РКП, когда перейдете, вот я вам здесь подчеркнула, где находятся электронные издания, где находятся пиографические указатели. И на самом деле РКП, Российская книжная палата, издает огромное количество библиографических указателей по различным видам. Смотрите, здесь есть и книги России, здесь есть статьи из газеты, из российских журналов. Самая актуальная для нас авторитурат и диссертации, ну и более экзотические виды из издания, но при издании на все это есть отдельные библиографические указатели, в которых приводится библиографическое описание источников и краткая аннотация. То есть все, что было издано. Есть даже рецензии, картографические издания. Какие библиографические пособия, указатели вышли в Россию, это тоже отдельная есть библиография второй степени, библиография, библиография. Можно вообще посмотреть, какие есть у нас библиографические пособия, в которых можно найти нужную нам информацию. не статьи, но сами журналы и газеты тоже есть. Ну и вот такая вот важная вещь библиографии и книговедения, которые для нас. Но обратите внимание, что не все эти источники, они на этом сайте находятся в открытом доступе. То есть там есть ретроспективная библиография. Да, за предыдущие годы можно найти, но самые свежие требуется подписка. Не всегда и не все они представлены. Поэтому радостью, радостью, да, они есть, они существуют. Я вам просто показываю, как они выглядят. В библиотеках они точно есть. В библиографических отделах можно в печатном виде взять, посмотреть. И вот что касается, а вот на электронные нужно подписаться. То есть отправить свою заявку через e-mail, и потом вам придет подтверждение, и только тогда вы получаете доступ к электронным версиям уже свежим. А вот авторефераты и диссертации, они выходят, некоторые выходят достаточно часто. И вот это очень полезная вещь для тех, кто пишет, например, диссертацию или работает с эсперантами. Подписка Рада Александровна не видела по поводу платности. По-моему, была бесплатна. Если что-то в последнее время совсем уж не изменилось. Но по поводу платности не было указаний. Для юрлиц, да. Это надо будет посмотреть. Просто имейте в виду, что вот это есть, и какие-то из этих указателей в открытом доступе на сайте РКП можно получить, хотя бы понять, как они устроены. И следующий момент, где мы ищем, и куда мы в первую очередь бросаемся, когда ищем информацию, это наши поисковые системы. Google, Яндекс, чуть меньше, Рамблер, Яха, а вообще на самом деле их очень много. Есть специальные поисковые системы, которые заточены под вопросы, например, поиска образовательных ресурсов. Google, Яндекс, КВР – знакомая вещь. Но есть еще специальные поисковые системы, которые занимаются поиском научной и учебной информации, образовательной информации. Вот с ними мы на курсе тоже знакомимся и рассматриваем их. Но самое главное знать, что они есть. Но какой бы системой мы ни пользовались, есть несколько правил, которые важно соблюдать. Первое правило – то, что помогает нам находить информацию достаточно быстро, и вот как раз рационально и эффективно. Четкий запрос. Максимально конкретно, вот почему на первый этап и у Пятиширок, и у Елены Ениеш отводится очень много шагов и очень много внимания, долго запрягаем, но зато потом быстро едем. Это формирование четкого поискового запроса. Чем конкретнее мы его сделаем, тем быстрее и лучше мы найдем информацию. Если, конечно, нас не интересует запрос вообще все по данной теме. Да и мы только начинаем знакомиться с этой темой. Но даже тему важно сформулировать максимально конкретно. Не слишком сужая, но в то же время не слишком расползаясь. Что помогает нам сформулировать запрос, мы чуть попозже посмотрим. Да, Надежда Юрьевна, совершенно верно. Сводные каталоги – супер. Ну, естественно. Второй важный момент, когда мы ищем информацию в интернете, это глубина просмотра. Очень часто мы ограничиваемся первой, и студенты этим, кстати, часто грешат, когда ищут информацию в интернете. Первая, максимум вторая страница, и все. Ничего по этой теме в интернете нет. Но поисковая система, если вы заметили, очень много рекламной информации. Да, занимает место. И первые страницы выдачи, они, как правило, наполовину, если не больше, заполнены именно рекламной информацией. Там свои системы, SEO продвижения, проплаченные, не проплаченные. В очередь поднимаемся наверх и так далее. Поэтому глубина просмотра лучше пролистывать не только первую, первую, вторую страницу, а где-то на… Вот у меня стоит для себя такой барьер 8 страниц. То есть 8 страниц я отсматриваю, и где-то действительно на 4-5 находится, и может быть и дальше находится та информация, которая может пригодиться, может быть полезна, иногда именно та, которую ищешь. То есть имейте в виду, что первая, вторая страница могут не дать вам необходимые сайты, необходимые ресурсы, которые вам нужны. Эпскон, наверное, писание на северное издание. Да, да, есть. Не для рекламы, Надежда Юрьевна, рекламировать можно. Реклама допускается. По теме, по теме вебинара. Поэтому вот первый – это конкретность запроса, второй – глубина поиска этим не пренебрегаем. Третий важный момент, о котором говорю, но на который… Ага, все, поняла, Надежда Юрьевна. Третий момент, который важен при работе с интернет-ресурсами, это дублирование окон. Открылась у вас вкладка, сделайте ее дубль. Правой клавишей мыши по названию вкладки наверху кликаете, выбираете «Дублировать», и у вас рядом открывается ровно эта же страничка. Для чего это делается? И вот с этого дубля можно уже идти углубляться в поиск по ссылкам по этому ресурсу дальше. Для чего это делается? Если у вас будут открываться новые окна в этом же окне, то первый источник, с которого вы начали поиск, первая страница, она у вас потеряется. Вот в этих переходах. А иногда к ней становится и невозможно вернуться. И поэтому лучше делать этот дубль. Кстати, вот эта привычка дублировать, работать окна и работать с дубля помогла мне вот сейчас, когда произошел такой резкий переход в онлайн, и мне пришлось заниматься организацией проведения учебных вебинаров. И там система на площадке выстроена так, что если из админской части, как администратор, я открываю какой-то вебинар, то он у меня открывается в этом же окне. То есть админская часть у меня пропадает, там, где я управляю всей системой. А у меня параллельно шло по 2-3, иногда 4 вебинара, и вот эти вот окошки нужно было открывать. Поэтому приходил и контролировать еще вот эту внутреннюю начинку, админскую часть закрытую. И поэтому вот эта вот привычка к дублированию окон, она на самом деле спасла очень много времени, нервов и сил. Открывать вот эти вкладки и не терять первоначально. Поэтому вот это вот очень такой, казалось бы, несущественный момент, но вот ты не знаешь, где выстроить, а пригодилось очень сильно. Берите себе за привычку работать, дублировать окошко, и работать уже днем, когда мы занимаемся поиском. И еще одно важное правило, это использовать операторы поиска. Так называемые операторы-модификаторы. Что это такое? Есть разные операторы. Это те значки, символы, слова, которые мы добавляем к нашему поисковому запросу, с тем, чтобы отсечь лишнюю, ненужную информацию. Вот за счет использования этих операторов мы можем конкретизировать наш запрос. У Яндекса и Гугла эти операторы похожи, но они несколько могут и отличаться. Есть свои специальные, которые присущи только каждой из этих поисковых систем. Ссылку вот здесь на сайте я вам даю, где эти операторы можно найти. Например, один из операторов Яндекса, так называемый MIM, M-I с точкой M и двоеточие, и после него пишется формат файла, который нам необходимо найти. Вот сейчас произошли такие изменения в поисковую систему Яндекса. Раньше был расширенный поиск, сейчас часть элементов из этого расширенного поиска убрана. И, например, если мы ищем только презентации в PowerPoint, мне нужна какая-то информация только в виде презентации в PowerPoint. Вот в поисковый запрос, если мы раньше могли открыть кнопочку расширенного поиска, и там выбрать нужный формат файла, да, и он нам сразу выдавался. Сейчас этого в Яндексе нет. Нужно вводить вот этот оператор и указывать после двоеточия тот файл, который мы ищем. PowerPoint или PDF или Word или что. И вот тогда он отсеивает всю лишнюю информацию и оставляет только те файлы, которые соответствуют и тематике нашего запроса, и нужному формату искомого файла. И вот таких вот операторов достаточно много. Это не все, которые здесь приведены. Здесь только для примера основные операторы Яндекса. У Гугла свои. И они реально помогают нам осуществить поиск быстро и удобно. Кстати же, эти же операторы, очень многие из них, используются при работе с электронными каталогами. Вот если посмотрите пояснение к электронному каталогу RGB, то вот здесь те же самые символы практически. Внимательно его почитайте. Как можно использовать эти символы для того, чтобы более конкретно задать поисковый запрос и быстро найти. нужную нам информацию. Иногда мы можем не знать полное название книги или не знать полную фамилию и инициалу автора. И вот в этом случае эти операторы приходят нам на помощь и помогают нам более конкретно разыскать информацию. То есть это применяется и при поиске в сети интернет, и при поиске чисто библиографической, при работе с каталогами. Но более подробно это мы тоже на курсе этих вещей разбираемся с этим работой. Ну и вообще библиотека – это так же, как и интернет, это то место, где есть все, но самое главное – найти это можно только, когда есть человек, который знает, где это находится. Не обязательно это профессиональный библиограф, но человек, любой человек, владеющий навыками библиографического поиска и поиска в сети интернет, он становится вот таким проводником в мир вот этого обилия информации. И каждый из нас, в принципе, может этим овладеть и достаточно хорошо использовать. Возвращаясь к каталогам и переходя к библиотекам. Электронные каталоги начинаем с РГБ. Здесь я даю прям ссылочку на этот электронный каталог, где можно искать информацию. Здесь есть не только электронные каталоги, которыми мы можем пользоваться, основной электронный каталог, но и есть вот такая полезная вещь, которая называется электронные ресурсы. Это все базы данных, это все дополнительные ресурсы, которые могут помочь нам найти информацию. И доступ к которым возможен либо с площадки самой РГБ, есть по подписке, есть с ограниченным доступом, а есть и ресурсы, которым мы можем получить доступ, не выходя из дома. Так называемый «зеленый домик». Да, стоит значок около этих ресурсов. Свободный ресурс, находящийся в свободном доступе. То есть иногда даже и регистрация не требуется, и они дают возможность найти информацию как о самом источнике, реферативной, например, базах, или библиографические базы, и через них можно получить доступ и даже к полнотекстовым источникам. Вот это очень важная вещь, о которой иногда забывают. Мы эти же самые электронные ресурсы начинаем искать с помощью поисковых систем Яндекса, Гугла, через 125-й поворот, как-то чудом выходя на этот ресурс. Хотя многие из них есть, сидят вот здесь, на сайте РГБ в разделе «Электронные ресурсы». И меньше шансов попасться, например, на какой-нибудь фишинговый сайт, где с вас еще потребуют деньги. А на самом деле этот ресурс вполне есть и бесплатный, а мы вот таким чудо-путем на него проникли. Поэтому вот это вот хороший способ не попасться, во-первых, на удочку мошенников, во-вторых, уж получить точный доступ именно к проверенному ресурсу. Поэтому использовать вот эту возможность, которая есть на сайте РГБ, это очень хорошая вещь. Второй, еще один способ, который позволяет нам осуществить поиск в библиотеках, это так называемая система медпоиска СИГЛА, которая позволяет нам осуществить поиск по библиотекам. Это такой метабиблиографический, наверное, поиск по различным каталогам разных библиотек, благодаря протоколу Z3950, который эти библиотеки объединяет в единую сеть библиографической информации. И это один из самых простых, наверное, способов такого метабиблиографического поиска. Ссылку я вам сейчас попробую найти и в чат. Тяню ее сразу сюда в чат, хотя на слайде она есть, но это менее знакомо, чем сайт РГБ. СИГЛА – это такой портал межбиблиотечной информации. И некоторые библиотеки-участницы этого проекта, они позволяют с помощью этого портала удаленно заказывать нужную литературу. Ну, такой межбиблиотечный объединение. И есть возможность поиска в интернете при помощи Яндекса и Гугла отсюда, если документ не найден в предложенных каталогах библиотеки, прямо отсюда можно осуществить и в поисковых системах этот поиск нужной информации. По каким библиотекам здесь осуществляется поиск? По-российским, по-зарубежным. И на сегодняшний день там около 500 различных библиотек, различных каталогов. Ну, и вот такой вот хороший интересный портал, которым можно пользоваться, но не всегда он дает доступ к полнотекстовым изданиям, только если библиотека позволяет это сделать. Ну, по основным ресурсам он ищет. Что еще про библиотеки? Сейчас в связи с переходом на карантин, наши библиотеки начинают предоставлять услуги удаленного доступа, возможно, записаться онлайн, поэтому не пренебрегайте этой возможностью. Сейчас, пока сейчас она еще есть, воспользуйтесь всем, что нам предоставляют в связи с таким неприятным событием, но не было бы счастья, когда несчастье в дом пришло. Я вам сейчас кину три ссылки. В принципе, это эти же ссылки есть, если вдруг у кого-то не получается скачать. Есть в нашей группе в Фейсбуке «Библиография для небиблиографов». Я туда периодически такие вещи тоже стараюсь выкладывать. Ну, вот ГПНТБ представляет свои услуги удаленного. Ссылка на страницу, где можно их приобрести. Такие же услуги удаленного доступа к своим ресурсам предоставляет сейчас РНБ, Российская национальная библиотека. И РГБ, вот сейчас, кстати, об РГБ, третья ссылочка, вообще открывает возможность копировать необходимые фрагменты книг и в формате PDF бесплатно передавать их читателям. Ну, вот на период карантина, на период такой сложной обстановки они ввели такую услугу, и услуги даже бесплатно. Поэтому все, кто работает с материалами, вам нужны какие-то материалы РГБ, какие-то части, книг, статей и прочее. Нет возможности приехать, а очень надо. Вот, пожалуйста, для вас есть, которая никуда не ведет. Ага. Ага, сейчас проверю. Сейчас проверю. Это либо опять. Либо у нас опять пошел сбой. Ага. А, все, понимаю. Да, Юнона Георгиевна, ошибка 404, только в РГБ, да, остальные открылись, работают. В РГБ они сейчас переходят на новую версию сайта, поэтому ссылку себе сохраняйте. Они написали, что если вы попали на эту страницу, отправьте сообщение об ошибке, да, может не совсем корректно сейчас работать. Это может быть, ну, сами видите, сейчас какие-то сбои идут. Ссылка работающая, еще сегодня утром она работала, лично проверяла. Поэтому у кого-то может открыться, у кого-то нет. Ошибка не пугайтесь, ссылку себе сохраняйте на всякий случай. Контролировать ситуацию будем, мы в группе, я буду, если что-то изменится, я туда информацию, конечно, обязательно дам. Поэтому ссылку не теряйте на всякий случай. Ну, вот такие вот возможности предоставляют наши библиотеки. Еще один полезный портал, где можно искать информацию. Да, 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 ага. Мировым, да, вот. Свободный доступ к своим базам. Вот часть ресурсов они открыли. Ага. И еще один полезный ресурс. Ну, вот видите, через раз то работает, то не работает. Ссылка в РГБ. Еще один полезный ресурс это УИС Россия. Если кто-то еще не пользуется, уже боюсь даже ссылку давать, вдруг опять что-нибудь там, хотя тоже буквально вчера работала. Вот эти ссылки полезно давать для студентов, когда начинается поиск по источникам. Лучше дайте им возможность покопаться там в ресурсах, да, поискать, но не абы где. И найти действительно надежные, достоверные источники. Пусть они воспользуются хотя бы вот этими возможностями. И внутри них уже осуществляют поиск. Все-таки больше пользы для них будет. УИС Россия это университетская информационная система, которая поддерживается как электронная библиотека для учебных программ, исследований и в основном в коммунитарных науках. Доступ бесплатный, но требуется регистрация. Ага, отлично, Татьяна Леонидовна. Ну вот коллеги сейчас с интернетом могут идти, поэтому не пугайтесь, но ссылки сохраняйте, они реально работают. Так вот чем интересен УИС. Да, требуется регистрация, индивидуально и коллективные пользователи. Если индивидуально, то нужно заполнить форуму, отправить на почту, адрес есть на сайте и через несколько дней вам откроют доступ. Ну вот такая неспешная регистрация. Так вот форму онлайн регистрации там нет. Для кого? Целевая аудитория. Это преподаватели, это аспиранты, это студенты, это сотрудники, университеты, колледжи, научные институты в основном. Есть и фри доступ, свободный доступ. Даже без регистрации этим ресурсом спокойно можно пользоваться. Но при этом есть ограниченные, ограниченные возможности. Не все функции являются доступными. Но даже гостевой поиск выдает такие возможности полнотекстового поиска. Например, по базам, по публикациям можно находить статьи и очень хорошо здесь представлены, например, отличные статистические данные. Можно через этот, вот для свободного доступа работает только поиск по базам и публикация. Но даже через него можно выходить, например, на иностранные сайты, содержащие необходимую информацию. Так у нас студенты по социальной работе выходили на иностранные сайты по странам для поиска информации, там какие-то статистические данные им нужны были по социальному обслуживанию населения разных стран для сравнения. Вот они оттуда находили эти данные. Да, вот как раз, Татьяна Леонидовна, там очень хорошо вот эти статистические данные представлены, можно найти, но поискать все равно придется. Да, хороший, известный такой ресурс. Татьяна Георгиевна, библиопоиск. Известно, пока еще не добралась, но спасибо за ссылку, обязательно посмотрю и обязательно включу эту вещь. Разберем, будем смотреть. Ага, спасибо большое. Сейчас посмотрим. Да, интересная вещь. Пока, к сожалению, руки не доходили, очень плотно его изучить. Поэтому я пока еще сюда не вставляла, но разберем. Спасибо за напоминание, Елена Георгиевна. Еще где можно и как можно искать информацию. ДОИ. Тот идентификатор, который сейчас вводится для статей и очень активно используется. Вот этот сайт, через который мы можем найти по ДОИ любую статью, любую информацию и попасть именно на статью, которая является действительно первым источником, АНИ является подделкой. Сейчас очень, кстати, часто можно попасть на такую информацию, которая относится к разряду научного или околонаучного пранкинга. Есть такое явление, поэтому некоторые статьи могут не заслуживать доверия, опубликованные где-либо, не относящиеся к разряду научных публикаций. Вот через номер ДОИ, либо могут иметь фальшивый ДОИ. Вот как раз через этот сайт можно проверить эту статью. Действительно под этим номером публиковалось или это так для красного словца. Ну и по номеру ДОИ можно любой текст найти, выйти на полнотекстовую версию. Ну, для наших публикаций это еще плюс Кибер-Ленинга. Там есть и расширенный поиск, и тематический поиск можно осуществлять. Есть рубрикатор, если вниз прокрутить, по алфавиту различных тематик. Хотя бы приблизительно, но в поиске все-таки легче делать. Ну и парочка поисковых детских систем. Мы все говорим про взрослых, но есть вот несколько ресурсов именно таких детских поисковых систем, чтобы дети не по Яндексу и Гуглу бегали, неизвестно что добывали. Ну вот, началка и Ага-Кидс, они ориентированы как раз на детей. То есть здесь и соответствующий контент, и более внимания к информации уделяется. Здесь можно не опасаться, что ребенок найдет что-то не то. Но это вот такие примеры детских именно поисковых систем. Кому это важно, оно и есть. Плюс, где еще мы можем находить информацию, с чем мы еще работаем, в том числе и в нашем курсе. Научно-электронная библиотека в Вайбриле. И здесь очень... Здесь можно и не только искать статьи, для чего оно существует, до поиска статей здесь можно осуществлять по разным критериям выбора, сделать нужную нам выборку, заполняя поля, погоду, публикацию. Ну и здесь достаточно такой расширенный вариант. Но здесь же еще есть много дополнительных функций, дополнительных возможностей, которыми не всегда мы пользуемся, а они способны увеличить нашу публикационную активность и не потерять наши статьи. Вот это вот одно из заданий, которые мы делаем в нашем курсе. И в первом запуске, в феврале, несколько слушателей, выполняя это задание, они, в общем-то, говорят, надо же... А я-то думаю, куда мои статьи подевались. Нашли свои утерянные публикации. Ну и плюс, да, кто-то даже зарегистрировал свою диссертацию в гиллайбрере. Ну вот такой результат прохождения модуля у нас приключился. То есть здесь достаточно много возможностей. Все это мы сейчас рассмотреть не сможем, но только самое простое – это вот поиск статьи. Ну и плюс для авторов здесь можно посмотреть функционал. И да, с этим тоже это отдельный прям кусочек в модуле, с которым мы работаем. Кстати, здесь же по гиллайбрере можно проверить добросовестность, мусорность журнала и вообще является ли он тем надежным источником, которому, а, можно доверять, когда мы берем из него информацию, раз, и второе – а стоит ли туда публиковаться. Это два. Вот такое расследование можно провести с помощью в том числе и гиллайбрера, и он дает такую возможность. С этим мы тоже разбираем, как это сделать и задание делаем. Еще какие есть поисковые ресурсы. Все показывать достаточно много времени у нас уйдет. Но вот частый вопрос, который возникает по диссертациям. Где искать диссертацию, особенно наше в РГБ, понятное дело, а зарубежные? Как бы их найти? Вот есть несколько ресурсов. Есть вот такая мета-поисковая система NDL-TD. и есть отдельные ресурсы по различным областям. Более подробно… И здесь я вам просто даю ссылки на них, можно перейти, их можно посмотреть. А полный разбор – это мы уже делаем в курсе. Более подробно рассматриваем на каждом из этих ресурсов их возможности, ограничения. И такой сравнительный обзор, такой аналитический, скорее, обзор, мы делаем уже в рамках курса. Там у нас немножко побольше времени есть. Мы изучаем эти ресурсы. Там действительно можно найти эти диссертационные исследования, которые вам необходимы на иностранных языках. Причем большинство из этих ресурсов дает полнотекстовый доступ к своим диссертациям. Вот это очень важно тем, кто пишет исследования, кто пишет научные статьи. Есть еще один ресурс, где выкладывается… С ним мы тоже в курсе работаем, смотрим его. Но, может быть, он кому-то уже и знаком, очень хорошо знаком. Ресурс по неопубликованным еще научным статьям. Припринты. Есть такая возможность. Архив. Архив.орг. Вот там собираются те статьи, которые еще не были опубликованы ни в одном журнале. То есть авторы делятся сырыми наработками, черновиками, какими-то идеями. Да, они их выкладывают. Это не считается публикацией, научной публикацией. Но вот в рамках такого взаимообмена, установления контактов и сбора первых отзывов, например, вот мне пришла в голову идея, прежде чем садиться писать научную статью, они ее иногда выкладывают вот туда, в виде такого наброска, там, а стоит ли? Ну и получают обратную связь. Интересно или не стоит. Будут ее цитировать или нет. Ну, такой вот очень хороший ресурс для такого взаимообмена, установления именно контактов с зарубежными коллегами. Елена Александровна, про курс, о котором я уже говорила, сейчас чуть-чуть попозже я покажу, связанный с публикационной активностью, практикум для автора-преподавателя. Скопус. Вот это тоже очень хороший ресурс, надстройка CGR, CIMAGO Journal Country Rank. Очень хорошая вещь, просто потрясающая. С Web of Science она не работает, это настройка именно для скопусовских изданий. Но с ее помощью можно, во-первых, и определять журналы, в которые стоит подмещать свои публикации, или не стоит, слишком уж он хороший и дорогостоящий, и мы туда вряд ли попадем. Надо подобрать тот журнал, который вам подойдет именно для ваших публикаций. А сейчас же нас требует и Web of Science, и Скопус, и все на свете, и в больших количествах. Не знаю, как у вас, а у нас преподаватели выучили, очень серьезно спрашивают. Публикационная активность. И вот с помощью этой настройки мы, во-первых, можем выбрать, во-вторых, когда мы подбираем и ищем информацию из зарубежных источников, особенно в журналах, но здесь не только в журналах, здесь и в сборниках, кстати, есть работа, то вот им пользоваться очень-очень удобно. И проверить, кстати, проверка надежности и добросовестности издания с помощью вот этой настройки тоже можно легко сделать. С этим мы тоже очень подробно разбираемся в курсе. Прямо там показываю по всем деталям, как это сделать. Технологию проходим. Вот сейчас записываю скринкасты для того, чтобы в виде инструкции сделать, и они потом оставались выслушателем. Очень хорошая вещь, которая помогает нам избежать многих мошенничеств. И вот такую полезную штучку я вам сюда даю. Проверка индексации журнала в Эпоффсайнс примерно. Та же самая схема, кстати, действует и для скопусовских изданий. Как проверить, есть ли этот журнал, действительно ли он индексируется в Эпоффсайнс и в скопус. Но это немножко уже к поиску информации, изданий, скорее к поиску изданий, в которых можно опубликовать свои работы. Ну, вот вам пришло сообщение на почту, либо вы нашли какой-то журнал, сайт заинтересовало, проверьте его по СССР. А действительно ли он в этой базе индексируется? Или эта информация нужна? Ну, вот такие четырехходовки, очень простая. Скопусовская то же самое, только ввоз меняем на скопус, а алгоритм тот же самый. Вот сюда вводим СССР, и он нам дает результат поисков. А дальше там есть еще несколько нюансов, как можно посмотреть, действительно ли получить еще более точную информацию, а что с этим журналом и стало. И есть такая же страничка поиска для Web of Science, куда мы точно так же вводим свой СССР своего журнала, и в результате этого сделаем выводок. Но есть еще одна такая вещь, обращаю ваше внимание, кто будет публиковаться в Web of Science. Здесь есть вот такая вот коллекция, называется ESCI Web of Science. Это не Core Collection, это не ядро, это такое чистилище, наверное, для журналов, которые хотят попасть в Web of Science. То есть они вроде бы уже там, но еще не там, находящиеся на испытательном сроке. Но при этом они считаются как индексируемые, хотя в самом Web of Science они еще индекса не имеют. Ну, примерно они нарабатывают, только выбирают вот это вот количество публикаций, ссылок для того, чтобы потом начать индексацию. Кстати, это же происходит с многими журналами, которые только-только вошли в скопку. Вот я вам разместила два файла, кстати, по поводу скопуса. В ресурсах их можно забрать, экселевские, это самые были последние данные. Российские издания, которые входят в скопус. Но если вы откроете даже вот эту настройку, вы не все эти издания здесь сможете найти. Например, высшее образование в России там еще пока нет. Но это не значит, что нужно делать вывод, что ах, они мошенники, ах, они там что-то не то, уж не мы. Нет, они просто набирают базу цитирований, упоминаний для того, чтобы начать вот эту индексацию. Но официально они приняты, они уже считаются как индексируемые журналы, скопусовские. И вот в этом файлике, который я вам скинул, один скопус-лист, там все журналы, и один из список российских изданий, которые входят в скопус. Он там есть. Вот это очень важно. То есть мы проверяем информацию по нескольким источникам. И это вот очень важный момент. Не доверять одному источнику, а проверить ее по нескольким. То же самое, что мы делаем при библиографическом поиске. Ресурсы есть, скопировать нельзя. Евгения Ивановна, если вы со смартфона или с гаджета, то может быть такая вещь. Я вам в конце дам, оставлю координаты, компьютер, не по названию ресурса, а по зеленому значку слева от названия презентации или названия файла по зеленому значку. Кликайте, тогда он скачивается. Если по самому названию, он скачиваться не будет. Ага. О, координаты оставлю. Евгения Ивановна, напишите. Я вам тогда все это перешлю. Не волнуйтесь, никого не оставим. Да, ну вот, бывает. У кого-то не скачивается. Ничего страшного, разберемся. Так вот, вот это вот чистилище для журналов в Web of Science это примерно вот такая же история. То есть они находятся на испытательном сроке. И если нужна публикация в Web of Science, в эти журналы смело можно публиковаться. Но с оглядкой. Потому что неизвестно. Через год, через... Они там где-то около двух лет находятся. Если они будут себя хорошо вести, то их допустят Core Collection, Петровый Web of Science. Они будут уже супер. У вас будет супер публикация. Супер индексом. Но если они себя не зарекомендуют с худшей стороны, то их из этого списка могут включить. То есть риск, да, он здесь есть. Но зато в эти журналы легче всего разместить свои публикации. Если говорить о Web of Science, очень нужно. Вот как раз обратите внимание вот на эту базу. И спрашивали у меня про курс. Вот все эти вопросы. И более подробно мы знакомимся со всеми элементами вот в этом курсе, который 28 апреля как раз и начинается. ссылка здесь на него есть. И давайте те, кто спрашивал, сейчас я попробую найти ссылочку. Да, вот она есть здесь. До 14-го там, по-моему, льготная цена на курс действует. Вот. Вот он. Вот он. И ссылочку в чат. На всякий случай повторяю, вдруг опять не скачается. в новой слайде она будет открываться. И там можно будет познакомиться с программой курса. Там 8 модулей. Проходим за месяц. И в конце я еще вернусь еще раз с его куда. Так вот, мы начали говорить о надежности источников информации. Вот это еще одно правило, которое необходимо соблюдать. Которое очень актуально особенно сегодня. Прежде чем доверять, проверять. Исследовать под микроскопом. И очень большое количество у нас сейчас имеется и появляется в каждом нём не только фейковая информация, но целых фейковых журналов, фейковых, фишинговых, хищнических, похищенных. Там целая классификация, там целая градация. И первым, кто обратил внимание на вопрос недобросовестности и надежности или ненадежности тех или иных изданий, был Джеффри Билл. Знакомый имя список Билла? Нет, не тот, который фильм «Убить Билла», хотя здесь тоже целая детективная история была. Если знакомый, поставьте, пожалуйста, плюсик в чат, кто услышал, работал, читал. Если не знакомый, тогда минусики поставьте, если первый раз слышу. Ага, Динара Хамана, ага, ага, кто-то, кто-то слышал, кто-то первый раз, ой, ага, в двух словах. Джеффри Билл, библиотекарь одного из университетов американских в 2010 году, настолько его достала вот эта ситуация, которая царила в мире публикации, что он создал вот такой список, который на недобросовестных изданиях, которые условно назвали «Список Билла», и вот здесь четыре типа тех изданий, которые в этот список входили. Семь лет существовало эта хорошая вещь, постоянно пополнялась, но вот последние пополнения относятся к 16-17 году. В 17-м году в один день он убрал все свои аккаунты, вернее, в одну ночь, 17-го, по-моему, января, или 15-го января, без предупреждения просто исчезли все сайты, где находился этот список, свой блог, все свои аккаунты из всех социальных сетей он удалил, он уволился, и человек просто исчез. Ну, такая детективная история. Ну, ходили слухи, да, он потом объяснил, что это его решение, что он это делал по доброй воле, но ходили слухи, и были подозрения, что не все просто так. Видимо, были какие-то угрозы, видимо, там какие-то свои закулисные истории были, потому что было слишком много недовольных той деятельности, которую он проводил в этом направлении. Но список не исчез, список можно найти, я вот на курсе вот эти вот ссылки тоже даю, можно найти вот этот список недобросовестных созданий, правда, с тех пор он практически не пополнялся. Периодически появляются, исчезают сайты, вот как к Викиикс, действительно, то появляется, то исчезает, но несколько ссылок работающих еще есть на таких продолжателей дела Билла. Очень интересная информация и очень важная тема, которую он поднял, опасная тема, как мы видим, но тем не менее, есть и другие последователи этого направления, направление, я сказала, деятельности Джеффри Билла, которые продолжают выявлять эти издания. И первое, с чего мы начинаем, один из элементов библиографическим поиском мы занимаемся, ищем ли мы информацию, а мы все равно будем заниматься библиографическим поиском, когда ищем информацию из своих публикаций. Проверяем две вещи. Первое, мы проверяем тот интернет-ресурс, на котором располагается источник, и второй шаг, когда мы проверяем на надежность информации сам источник, статью, книгу и так далее. Если мы начинаем с ресурсов, то нам важно понять, это добропорядочное издание, или ресурс, или сайт, или относится к одной из этих разновидностей. Для этого есть несколько правил, здесь не все, время у нас уже, с учетом даже наших выбиваний из сети уже подходит к завершению, поэтому покажу только самые основные признаки мусорного журнала, а вот более подробно мы уже в нашем курсе вам показываем, мы разбираем и задания и учимся это делать, как и с интернет-сайтами работает тоже, как не попадаться. То же самое, что происходит с журналами, происходит с интернет-сайтами. Вот основные признаки мусорного журнала. Первое, если вам приходит спам-рассылка, вот кто публикуется в Е-Лайбрере, особенно в Аковских изданиях, а тем более в Скокусевских, не знаю, как вам, мне из одного издания, сейчас не буду его рекламировать, как только выходит статья, тут же, спустя буквально несколько дней, а иногда несколько часов, начинается такая спам-рассылка из этого издания с предложением опубликовать у них монографию. Уже не первый раз в жизни первого года. Вот это признак, или вас начинают из какого-то журнала засыпать постоянными рассылками с предложением опубликоваться у них супер, какими условиями. Вот это первый признак, что с этим изданием что-то не так. Уважающее себя издание никогда спам-рассылками заниматься не будет. Это вы будете писать им и просить взятого издания. Если вас засыпает, и тем более от одного и того же издания, это первый признак, обратить пристальное внимание, навязчивые предложения и публикации это одна из таких характерных черт мусорных журналов. в хороших журналах очередь большая иногда на голе, и поэтому им просто нет необходимости рассылать предложения о публикации своих статей. Ну, а если нет, особенно если предлагается Скорбусовский международный журнал, то с большей долей вероятности это уже что-то не так, что-то не так с этим изданием. Значит, надо изучить сайт этого издания и само издание более подробно. Либо он находится на грани вылета. Вы можете там опубликовать, потерять время, деньги и статью, а потом окажется, что он исключен в данных и вот эти нюансы тоже нужно проверять по самому изданию. Перейти хотя бы на сайт этого журнала и посмотреть, на что обращать внимание на сайте. Первое. Архив номеров. Если издание пишет, что оно уже издается лет 10, а архив номеров только за этот год, это первое уже нет. Очень часто архива номеров вообще нет, либо они недоступны, страница недоступна. Если что-то не так, и тем более отсутствует, вот эта страничка, и там нет доступа к этим статьям, да, платный доступ может быть в крупных изданиях, может быть в некоторых изданиях, платный доступ к статьям, но по крайней мере вы видите, что архив номеров есть, и вот по той на троечке скокусов этот журнал можно проверить, есть он там или нет. Еще один важный признак такого мусорного журнала это информация о редколлегии. Она может быть трех видов. Она может быть полностью ложная, она может быть некорректно приведена, либо недостаточная. Что значит недостаточная? Все написано адреса электронной почты или как связаться с данным главным редактором, членом редколлегии нет. Вот это должно быть. Должна быть обратная связь. Любое уважающее себя нормальное научное издание будет давать контакты не просто наш журнал собака инфо точка ком или орг такой общий адрес, но и у каждого или хотя бы у верхушки редколлегии у главного редактора обязательно должны быть обратные контакты указаны мэйл, телефон, скайп различные варианты. Недостаточная информация можно отнести например не указание места работы. PHD доктор таких наук, профессор 23 университетов каких где что попробуйте пробить по интернету. Очень интересно расследование по несколькими журналам проводил я одному главному редактору найти так и не удалось однокоминство данного этого человека вообще нет просто нет. А журнал кстати реальный разряда посещенных взяли сайт и недостоверную информацию представили в том числе редколлегию это бывает когда сайт переходит на новый дизайн на новый адрес а старый у них кто-то покупает и под их адрес начинают осуществлять вот такую деятельность похитили вот обращайте внимание это третий признак что с этим журналом что-то не так и наконец четвертый там вообще 8 даже больше признаков есть 4 самых основных хотя бы сейчас по которым можно уже ориентироваться это ложная информация о самом издании или издательстве неполные данные сокрытие информации банковский счет по которому нужно переводить деньги за публикацию находится в ЮАР или на Каймановых островах а само издание позиционирует себя как издание Нидерландов а почему не банк Нидерландский почему ЮАР потом оказывается что это издание вообще находится где-то в Пакистане но такие вещи если несогласованные начинают появляться начинают возникать вопрос а почему так это первый признак что мы попали на мусорное издание и черные и белые списки с Кокус еще один слайд с ссылками они прямо здесь приведены ссылка на страницу ее можно будет забрать из презентации и вот как выглядит эта страничка по этой ссылке вы попадаете на страницу где находятся вот эти самые списки из Кокуса и вот как они выглядят все отсюда можно найти можно посмотреть что исключено из Кокуса и что может находиться еще на сайте издательства и действительно ли тот журнал который позиционирует себя как с Кокусовский входит в эти индексы и действительно ли он индексируется здесь ну и чек-лист проверки издания издательства такая пошаговая инструкция что в первую очередь нужно проверять как не попасть на фишинговый или фейковый сайт тоже хорошо бы иметь и для себя отработать и держать под рукой своим студентам аспирантам тоже не мешает давать для преподавателей для научных руководителей такой чек проверки изданий на курсе 28 он у нас тоже будет и мы его еще будем дорабатывать на основе выполненных заданий дополнять и вносить какие-то коррективы общими усилиями вот такой хороший чек-лист сможем создать которым сможем пользоваться ну и второй шаг после проверки самого ресурса хорошо бы проверить публикацию на надежность саму статью здесь хорошо работает способ проверка по ссылкам и первоисточникам сейчас очень много есть таких моментов такие как доверие авторитетам либо в качестве подтверждений приводятся ложные исследования иногда приводятся ложные названия организаций исследовательских такого института вообще в природе не существует но он создается именно для этой статьи ну и так можно попасть на так называемый информационный пранк розыгрыш ну вот история шоколадного шоколадной диеты Джона Боханана и BBC вот такая известная история ну потом может быть может быть потом расскажу но это вот такой пример информационного пранкинга когда они с одной стороны разыграли издательство читателей а с другой стороны они в общем-то показали всю технологию создание вот таких фейковых публикаций уже не изданий а публикации изданий это были реальными поэтому даже в скопу и несколько раз уже такие публикации были можно по-разному относиться к теме пранкинга такого информационного или научного но то что это заставило даже серьезные издания входящие в вопсайм в скопус озаботиться чистотой своих рядов это да ну вот в этом плюс есть но эти статьи все равно существуют они не все удалены они продолжают курсировать по интернету в разном виде и поэтому любую информацию даже если она опубликована в самом научном в самом известном самом авторитетном издании все равно имеет смысл проверить по ссылкам по первоисточникам на надежность действительно ли это то действительно ли это так нет ли здесь подвоха ну и с технологией вот такой проверки и с примерами мы уже будем знакомиться 28 апреля начиная с 28 апреля на курсе кто спрашивал про курс помимо ссылки вот программу я вам здесь тоже на слайдах представляю можно быть подробнее с этим познакомиться здесь про поиск информации где и как искать уже более подробно мы будем говорить и практически разбирать и про электронные библиотеки и вот эта важная часть про надежность цифровых источников как определить надежность сайта будет у нас тема и про показатели и публикационную активность отдельная тема у нас пойдет про ела и привет практически будем работать с этим ну и работа с международными базами данных такими как скокус уже на практике будем это все отрабатывать ну и две темы которые будут полезны тем кто публикуется не только в печатных изданиях но и в онлайн для вас как раз эта вещь последние две темы у нас тоже включена в этот курс ну вот такой вот у нас предстоит мероприятие и коллеги всем большое спасибо спасибо всем кто вытерпел сегодня сегодняшнее падение интернета дождался окончания досидел до конца дослушал до конца всем огромное спасибо берегите берегите пожалуйста себя будьте здоровы очень осторожно не пренебрегайте пожалуйста нормами и по поводу и всеми ограничениями соблюдайте карантин и по поводу презентации и информации на последнем слайде есть но у кого не скачалось я вам сейчас размещаю ссылочку на группу в фейсбуке можно зарегистрироваться в эту группу и в личке я вам тогда презентацию перекину либо вы можете написать мне на адрес электронной почты сейчас попробую чтобы не ошибиться главное на адрес электронной почты это vtlbitrix24.ru можно написать я вам тогда презентацию вот эти два файлика перешлю все интересно полезно очень много из того что есть и то что мы сегодня просто физически не успеем охватить и самое главное не успеем поработать на практике послушать это одно но когда начинаешь делать это это совсем другое и вот этим мы как раз и будем на нашем курсе 28 апреля заниматься там побольше побольше будет практики и побольше будет информации каких-то полезных вещей то что сегодня в один вебинар просто нереально нереально вставить и коллеги сейчас пока не расходитесь те кто сейчас в студии я вам получил Сергей Иванович замечательно ура ура мы победили папку ресурсы я сейчас выдам вам сертификаты если у кого-то есть какие-то вопросы пожелания рекомендации есть пару минут подумать и задать их в чате я потом вернусь и сообщу вам о выдаче наших сертификатов удачусь удачусь удачусь